Это уже восьмая попытка молодежной общественной организации Инклюзивный ресурсный центр получить президентский грант. И впервые она закончилась удачей. Руководитель Алексей Транцев рассказывает, за годы неудач он вместе с командой научился писать проекты и работать с ними. Самое главное, говорит, не отчаиваться. Вот мы сейчас последние свои три заявки на конкурс президентских грантов мы выиграли, потому что мы научились это писать, мы всегда следим за тенденцией, мы смотрим семинары президентских грантов, мы смотрим других ведущих деятелей в социальном проектировании. Инклюзивный ресурсный центр получил самую крупную сумму гранта – почти 22 миллиона рублей. Его проект направлен на повышение уровня социальной активности людей с инвалидностью и их вовлечение в социально-экономические и культурные процессы общества. Команда проекта будет работать в четырех направлениях – туризм, декоративно-прикладное искусство, адаптивные салонные балы и волонтерство. У инклюзивного ресурсного центра уже появилась крыша над головой. Здание им передала администрация Самары по договору безвозмездного пользования. В скором времени в нем начнется ремонт. И не все, к сожалению, делятся, поверьте мне, не все делятся секретами, как выиграть грант. То есть задача – те, кто научился, научить других, и вот эту эстафету доброты просто проводить в постоянной такой жизненной ситуации, в обычной жизненной ситуации. Набор заявок на участие в конкурсе президентских грантов продолжается и продлится до 25 ноября. Никита Борисов, Николай Епифанов, События.